Здравствуйте дорогие друзья! Многие из вас уже знают о существовании странички в инстаграме от канала Пара Квариумистика, но далеко не все. В этом выпуске я хочу познакомить вас ближе с этой страничкой, а также сегодня мы посмотрим топ 10 публикаций за последнее время. В инстаграм выходят публикации практически каждый день. Это фото и короткие видео до 1 минуты, плюс разные истории, иногда играем в угадайки, также бывают розыгрыши и многое-многое другое. Ну что, давайте начнем с публикации, которая заняла 10 место. Это видео про крапчатого Сомика. Южная Америка подарила миру аквариумистов-сомиков, которые называются Коридор Аскрабчатый. С тех пор прошло уже много лет, но он до сих пор считается одним из самых популярных жителей аквариума. Содержание непрекотлив и очень вынослив, именно поэтому его легко можно рекомендовать даже начинающему аквариумисту. Рекомендую содержать стайки от 5 особей. Размер этих рыб небольшой, самки крупнее самцов и вырастают они до 7 сантиметров. В идеальных условиях содержания могут прожить до 8 лет, но не забудьте для этого установить качественную фильтрацию и аэрацию воды, правильно кормить и не забывать о подменах воды. Характер мирный, дружелюбный, поэтому он нелегко совместим и с разнообразными мирными рыбками. В качестве укрытий любят живые растения, поэтому не бойтесь с этим делом переборщить. В кормлении непрекотливые едят все, что вы им предложите. Девятое место по просмотрам занимает видео про пираньи паку. За страшным названием пираньи паку или красной паку скрывается довольно-таки интересная рыба, которая не будет покушаться на ваши конечности при обслуживании аквариума. Тем не менее, она имеет два ряда зубов, которые используют для дробления орехов и прочей еды. Не удивляйтесь, не все пираньи едят мясо. Эти товарищи в живой природе основным рационом считают все возможные плоды, орехи, даже семена. В домашних аквариумах в качестве корма используют сухие промышленные корма, а также яблоки, персики, шпинат, листья салата и прочее. Перед вами мальки, вечно жаждущие еды, кушают паку много и достаточно быстро растут, и набирают вес. Взрослые особи в домашних аквариумах вырастают до 50 сантиметров. Объем аквариума для такой рыбы должен быть минимум на 200 литров. Обязательно качественно и лучше внешняя фильтрация, аэрация воды, обогреватель также будет необходим. Температура в аквариуме должна быть не ниже 23 градусов. В оформлении не стоит использовать живые растения. Эти проглодитые обязательно их сидят. В целом уход за паку несложный, а наблюдать за ними интересно. Золотых рыб любят далеко не все аквариумисты. Считают грязной рыбой или просто искусственно выведенной, но просмотры таких видео всегда очень большие. Восьмое место занимает видео про телескопа. Украшение аквариума, которое точно не выживет в живой природе, это золотая рыбка-телескоп. А краса этих рыб может быть разным, но неотъемлемой частью названия этих рыб являются выпученные глаза. В этом их основная красота, необычность и в то же время проклятие. Дело в том, что невзирая на крупный размер глаз, телескопы практически слепые. Поэтому оформление аквариума с этими рыбками подразумевает отсутствие острых углов, красиво торчащих коряк и прочего. Телескопы часто и легко теряют свои глазенки, поэтому обращаться с ними необходимо крайне аккуратно, бережно и любя. Седьмое место занимает видео про аллергию, которое может появиться от Аквахобби. Шестое место про крабов-вампиров. Тоже очень интересное видео. Я предлагаю вам их найти в инстаграме самим и посмотреть там. А мы переходим к пятому месту. Пятое место по просмотрам занимает не видео, а фотография, сделанная в магазине Экзаменю. Когда я покупал Эублифара. Видео про это событие есть на канале Пар. А вот и ссылка на это видео. Четвертое место занимает видос про аквариумное растение. Это растение Анубиас. Давайте посмотрим это видео. Одним из самых стойких аквариумных растений считаю Анубиас. Разновидностей этого растения много и акцентировать на этом внимание не буду. Действительно, Анубиасы меня не раз выручали в оформление. Можно высадить в грунт, а можно прицепить коряги или разместить между камней. Прекрасный внешний вид впишется в любую композицию. Жесткие листья этого растения позволяют его содержать даже золотыми рыбками, которые то и дело пытаются его попробовать на вкус. В целом, Анубиасы менее прихотливы в отличие от большинства аквариумных растений. Уверенными шагами мы подобрались к тройке лидеров. И как ни странно, третье место занимает не видео, а фотография. Давайте посмотрим на это фото. Вроде обычное фото, но почему-то заинтересовало очень многих подписчиков. Второе место занимают достаточно популярные рыбки – полосатые хулиганы. Наверняка вы уже догадались, кто это. Это барбус суматранский. Хулиганы в аквариуме – это точно они, барбусы суматранские. Вечно дерганая, суетливая рыба, которой везде все надо. Но это одна из главных фишек этой рыбы, ведь даже самый скучный аквариум в мире с этой рыбой точно будет оживленным и ярким. Ведь интересный окрас у матранцев – это еще одна фишка. К сожалению, из-за своего чрезмерно активного поведения, не в каждом общем смешанном аквариуме желанный гость. Спокойные рыбки от таких соседей могут стрессовать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, наконец-то, первое место. Это видео набрало больше всех просмотров. У него больше всего лайков. Это видео очень много раз отправляли своим друзьям. Это видео называется «Только не аквариум». Давайте не будем тянуть, давайте скорее на него посмотрим. Если у вас никогда не было аквариума, то не стоит начинать. Это очень дорого. Правда, затратное дело. Дело даже не в том, чтобы купить сам аквариум. Помимо аквариума, нужно купить хороший фильтр, обогреватель, компрессор, светильник, термометр. Это только старт. Потом вам захочется красиво его оформить. Начнете тратить свои сбережения на грунт, камни, коряги, гроты, аквариумные растения. Это я еще не говорил про самих аквариумных обитателей. Они тоже стоят денег. И чем они интереснее, тем дороже. Помимо этого, их нужно кормить. Они могут заболеть, придется лечить. И если у вас нет умений и знаний, то, скорее всего, все они передохнут. И вы будете сидеть у своего аквариума с грустным лицом. Ой, растения – это отдельная тема. Их вечно приходится подкармливать удобрением. По-хорошему придется поставить баллон СОО2. Растения также, как и рыбки, могут болеть, желтеть, растворяться. В общем и целом, морока. Еще и питательную подложку придется приобрести. Если вы спите в той комнате, если стоит аквариум, забудьте про спокойный СОО. Оборудование гудит, пузырьки лопаются, рыбки плечатся. Просто кошмар. А если вы живете не на первом этаже, то придется еще понервничать, чтобы аквариум или фильтр не потек. Мало того, что свой пол придется ремонтировать, так еще и оплачивать ремонт соседям. В общем и целом, не заводите аквариум. Поберегите свой кошелек и нервы. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, дайте знать своим комментарием, лайком или любым другим способом. Всего доброго вам и вашим близким. Пока! Каждое утро и облефарчик в Оджихикаре меня провожает на работу. Это сумеречная ящерица и в течение дня он практически не выходит из укрытий. Сладко спит. Но рано утром он всегда на педестале. К сожалению, завтрак не готовит, но очень так внимательно наблюдает за мной. Укрытие, на котором он сейчас стоит, находится в точке прогрева. Видать, мерзнет под утро. У Оджи красные глазки и он плохо воспринимает включенный свет. Глазам больно и оттого, стоит не нажать на выключатель, он прищуривает глазки и убегает в укрытие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok